Несмотря на то, что погода у сурицев не радует жаркими днями, купальный сезон в округе начался 15 июня. К этому сроку пляжи водоёмов должны быть оборудованы всеми спасательными средствами, а их сотрудники, пройдя обучение, получат удостоверение спасателей. Сейчас таких специалистов 10. Все они спасатели двух пляжей. Подала спасатель Михаил Скольчиков уже почти 20 лет работает на водных объектах. Последние годы он держит под контролем отдых людей на пляже «Берег детства». Видно, конечно, с вышки и с воды видно, как себя люди ведут на пляже. То есть, если человек пьян, значит, непосредственно мы подъезжаем и провожаем воду домой, можно сказать. Или просто мы его не пускаем в воду. Именно пьянство называют спасатели основной причиной гибели отдыхающих на воде. В прошлом году на водоёмах Уссурийска утонули 8 человек, из них трое – дети. На всех пляжах, где произошли несчастные случаи, не было спасателей. Специалисты сейчас работают только на береге детства Солдатского озера и пляжа Лотосового озера. Есть спасатель, который наблюдает непосредственно с вышки, и плюс второй спасатель, который занимается непосредственно береговой полосой. Это практически от начала и до закрытия, скажем, дневного купального сезона. Как вести себя в случае угрозы человеческой жизни, должен знать каждый спасатель. На учениях они показывают, как правильно вытаскивать человека из воды, как оказывать первую медицинскую помощь. Такие занятия плановые мы проводим ежегодно. Поэтому это практическое занятие и показное занятие для спасателей, которые уже имеют устояние. В Уссурийске 86 водных объектов. Специалисты ГОЧС предупреждают, что купаться в непредназначенных местах небезопасно.